МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире новости на восьмом. Это значит, в ближайшие полчаса все о главных событиях и жизни Владивостока в студии Максим Дудников. И вот что произошло в нашем городе к этому часу. В лидерах со знаком минус. Ведущие специалисты-эктизиатры собрались во Владивостоке, чтобы найти решение и повлиять на непростую ситуацию с высоким уровнем заболеваемости туберкулезом среди детей в нашем регионе. Есть лица, в том числе и дети, которые ни при каких обстоятельствах не заболеют туберкулезом. Битва инженерных умов. Владивосток впервые в этом году стал площадкой для проведения всероссийских соревнований по морской робототехнике Аквароботех. Суть соревнований заключается в том, чтобы выполнить последовательно несколько заданий. То есть перемещение объектов, вращение вентиля, для позиционирования корабля там в бассейне. Дерево, диалог с материалом. Необычная выставка художника Олега Батухтина состоялась в столице Приморья. Он грандиозные такие вещи делал, а теперь наступило время, когда ему нужно уйти в глубину, поговорить с деревом. Также в выпуске в рамках всероссийского исследования Владивосток снова признан самым комфортным городом Дальнего Востока России. И еще расскажем, завершившееся лето в России вошло в топ-5 самых теплых в истории метеонаблюдений. Но об этом немного позже, а сейчас о главном. Число жертв удара мощного тайфуна Джеби, который обрушился на западную часть Японии, возросло до 8 человек. Более 300 пострадали. Сотни внутренних рейсов отменены. Нарушено транспортное сообщение. Наибольший ущерб был зафиксирован в префектурах Осака, Киото и Хёго, где произошли масштабные подтопления и обрывы линии электропередачи. В результате без света остались более полутора миллионов домов. Кроме того, оказался затоплен расположенный на насыпном острове международный аэропорт Кансай в городе Осака. В двух его терминалах заблокированы порядка трех тысяч человек. Авиакомпании отменили почти 800 внутренних рейсов в Японии. Около миллиона человек получили рекомендации покинуть свои дома и переместиться в эвакуационные центры. Тайфун Джеби стал самым мощным в Японии за последние 25 лет. По состоянию на 5 сентября тайфун Джеби, ускоренными темпами двигаясь на северной части Японского моря и Татарским проливом, утром прошел траверс Тернея и через несколько часов покинул границы Приморского края. Как и предполагалось, главный удар тайфуна в Приморье принял на себя Тернейский район, где за сутки выпало 150% месячной нормы осадков. На этот раз тайфун причинил серьезные неприятности восточным районам края. Их последствия могут сказываться еще довольно длительное время. Режим ЧС регионального характера введен в семи районах Приморья. К пяти муниципалитетам края, где с прошлой недели действовал региональный режим ЧС, это Уссурийский городской округ, Надеждинский, Михайловский, Октябрьский и Черниговский районы, добавлены еще два – Шкотовский и Яковлевский. В поселок Светлое Тернейского района направлен автотранспорт, повышенные проходимости и личный состав спасателей. В Лазовском районе идет быстрый подъем воды и разлив рек. Отрезанные от транспортной инфраструктуры село Чистоводное и поселок Преображение. В Угольгинском районе уровень воды в реках значительно выше нормы. Жители села Милоградово вышли на спасение своего населенного пункта от разлившейся одноименной реки. К месту прибыли все взрослые жители Милоградово и соседних сел. Кроме этого задействована вся имеющаяся в районе спецтехника. К берегу реки подвозили мешки с грунтом, чтобы защитить село от возможного подтопления. Сюда же направлена тяжелая техника Примавтодора. Зоны риска также реки Уссури, Илистая, Раздольная, Комиссаровка и Абрамовка. Тем временем более 150 иностранных рыболовецких судов заметили местные жители у берегов поселка Ольга накануне. В погрануправлении сообщили, что рыбаки из КНДР и Южной Кореи зашли в залив переждать шторм. Также в ведомстве сообщили, что ситуация находится под контролем и международными соглашениями при неблагоприятных погодных явлениях не возбраняется заход иностранных судов в бухты других государств. Когда ситуация с погодой стабилизируется, они покинут российскую территорию. Напомним, во время прохождения тайфуна Саулик маломерные суда КНДР также заходили во внутренние воды к побережью Приморского края. За последние две недели большое количество северокорейских лодок прибило к берегам Приморья. Несколько десятков рыбаков удалось спасти, в том числе и при помощи местных жителей. К другим темам. На дворе 21 век, а Дальний Восток и Приморье в частности по-прежнему отстают в плане уровня жизни и, соответственно, здоровья населения от европейских регионов России. Так, по уровню заболеваемости туберкулезом среди детей наш регион находится на втором месте в стране. Только в прошлом году в крае диагноз туберкулез поставили 118 несовершеннолетним. Для того, чтобы найти пути для исправления ситуации, во Владивосток съехались ведущие специалисты-птизиатры. Тему продолжит Светлана Садовая. Ежегодная реакция Монтудия, скин-тест и флюорография – три самых главных способа профилактики заболевания туберкулезом у детей. Дети – это группа самого высокого риска. Именно они подвержены самой тяжелой форме этой легочной болезни с поражением центральной нервной системы, мозга, внутригрудных и периферических лимфоузлов. Как правило, у таких детей нет самого главного оружия против туберкулеза – прививки БЦЖ. Медики подчеркивают, прививка хоть и не является панацеей от самого заболевания, но позволяет защитить малыша от его тяжелой формы. Вакцина защищает человека в течение пяти лет. Каждый из них вынужден шесть месяцев, а кто-то из них два года пропивать противотуберкулезные препараты. Некоторые из них вынуждены потом оперироваться по поводу остаточных изменений после туберкулеза. Поэтому важно не заболеть и не допустить заболевания у этих детей. Научная конференция ведущих российских фтизиатров и педиатров в Тихоокеанском государственном медицинском университете проходит уже не в первый раз. Именно Приморье вызывает наибольшее опасение по проблеме туберкулеза. По уровню заболеваемости среди детей наш регион находится на втором месте в стране. В прошлом году в крае диагноз туберкулез поставили 118 несовершеннолетним. Основной источник заражения – больные родственники, которые знают о своем диагнозе, но лечиться не хотят. Предупредить заболевания всегда можно. И как очень здорово сейчас на нашей конференции сказал один из участников, доктор-наук профессор Борисов Сергей Евгеньевич, есть лица, в том числе и дети, которые ни при каких обстоятельствах не заболеют туберкулезом. И есть дети, но мы сейчас говорим о детях, которые при любых обстоятельствах могут заболеть туберкулезом. Заболевание распространяется чаще всего в семьях, которые ведут маргинальный образ жизни. Однако сегодня болезнь стирает социальные рамки, констатируют педиатры и фтизиатры. Поэтому в идеале, считают они, еще в стадии ожидания ребенка необходимо обследовать на туберкулез весь ближний круг, который контактирует с будущей мамой и станет общаться с малышом. По результатам конференции, фтизиатры Приморья и Дальнего Востока создали рабочую группу по вопросам профилактики заболевания туберкулезом среди детей. Одним из важных факторов, как и в профилактике любой болезни, считают они, является информирование населения. Жителям края необходимо постоянно напоминать о необходимости профилактики этого страшного недуга. Светлана Садовая, Игорь Болтов. Новости на Восьмом. Приморская столица практически готова к отопительному сезону. На очередном заседании штаба по подготовке жилищно-коммунального и теплоэнергетического хозяйства Владивостока представители курирующих ведомств отчитались о проделанной работе. У нас по городу на сегодня общий процент подготовки к отопительному периоду составляет 80%. 80% это фактическая цифра, которая соответствует плановой. Эта цифра определена в постановлении главы города в рамках подготовки к отопительному периоду, а также в постановлении губернатора Приморского края. Поэтому мы идем в графики, проблемных вопросов нет. Учреждение соцкульт-быта на сегодняшний момент готово на 100%. С учетом того, что у них с 1 сентября начинается учебный процесс, оформлено также 100% паспортовой готовности по объектам соцкульт-быта. Завершается капитальный ремонт наиболее изношенных участков сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения. Среди основных объекты на улицах Пушкинской, Героев Варяга, Иртышской, Нерчинской. Бригады трудятся в две смены. В текущем году будет заменено 15 километров старых труб на новые. По объектам здравоохранения, согласно постановлению, паспорта готовности будут оформлены до 15 сентября. 100% объема сейчас, процентов 80 уже таких паспортов оформлены. Ну а по сетевым предприятиям, по управляющим компаниям, у нас по управляющим компаниям плановая цифра 100% готовности 15 сентября, по сетевым компаниям это 15 октября. Стоит также отметить, что одновременно ведется ремонт свыше 20 трубопроводов. Кроме этого, бригады ФПС и ДГК занимаются устранением локальных порывов. В ходе гидравлических испытаний было выявлено свыше 700 слабых участков на трубопроводах. Теплоэнергетики отмечают, отключение горячей воды в многоквартирных домах на время ремонтных работ, к сожалению, вынужденная и необходимая мера. Благодаря программе по модернизации и снижению аварийности на сетях, за четыре года планируется снизить количество порывов на тепловых сетях практически на треть, а износ на реконструируемых объектах снизится в два раза. Владивосток впервые в этом году стал площадкой для проведения всероссийских соревнований по морской робототехнике «Аквароботех». На первом этапе, который стартовал в августе, автономные и телеуправляемые подводные аппараты представили команды силовых ведомств, профильных научно-исследовательских центров России и предприятий разработчиков. А на днях в ДВФУ начался второй студенческий этап «Аквароботеха». Свои разработки представили девять студенческих команд из Владивостока, Новосибирска, Санкт-Петербурга, Севастополя и Северодвинска. Столицу Приморья представляли команды из инженерной школы ДВФУ и МГУ имени Невельского. Побывала на соревнованиях и наша съемочная группа. Десятки команд со всей России собрались во Владивостоке, чтобы решить, чей морской терминатор самый продвинутый и приспособленный. А приспосабливаться было к чему. Список задач от организаторов соревнований «Аквароботех-2018» оказался внушительным и провоцировал студентов-технарей становиться настоящими изобретателями. Почему именно Приморская столица стала ареной для битвы подводных роботов, рассказал представитель оборонной отрасли страны. Владивосток, как мы знаем, является признанным лидером в разработке самих необитаемых подводных аппаратов, в технологиях применения и активно занимается их поставками как вооруженной силы, так и для нужд народного хозяйства. Всего во Владивостоке прошло два этапа. Первым участвовало 22 команды, среди которых половина – силовики из различных ведомств – от Росгвардии до ФСБ. Второй этап стал сугубо студенческим. В течение трех дней команды из Санкт-Петербурга, Севастополя, Новосибирска, Владивостока и других городов боролись за первенство в умении управлять морскими беспилотниками. Приморские ребята решили поделиться с нами особенностями испытаний, которые им предлагали организаторы «Аквароботеха». Суть соревнований заключается в том, чтобы выполнить последовательно несколько заданий. То есть перемещение объектов, вращение вентиля, позиционирование корабля в бассейне. В дальнейшем мы первую попытку выполнили, сейчас пробуем сделать то же самое, но быстрее. К слову, это мероприятие – первый и пока единственный в своем роде конкурс для тех, кто собирает подводные аппараты и управляет ими. Организаторы надеются, что такие масштабные мероприятия в столь специфичной отрасли помогут повысить престиж инженерных профессий. Ну а сами участники отмечают, что команды на подобных соревнованиях – это целый механизм, слаженный и отточенный. Сейчас самый главный человек – это оператор, потому что от него зависят самые узкие места. У нас достаточно такой серьезный коллектив, у нас есть инженеры, которые занимаются конструированием, электроникой, отдельно программистов команда. Ну вот мы представляем электронщиков, поэтому мы уже в данный момент просто сидим и смотрим, как нам на результаты наших трудов. Почти весь турнир проходил в бассейне кампуса Дальневосточного федерального университета. Организаторы постарались усложнить испытания по максимуму, из-за чего участникам нередко приходилось изобретать оригинальные решения. Некоторые в перспективе могут даже принести пользу сторонним отраслям. Здесь, конечно, еще и такая немаловажная мысль, как подсмотреть эти оригинальные решения, которые там студент говорит. Ну а для самих студентов это безумный опыт общения с такими же ребятами, они не одиноки в этом мире. Многие из этих талантливых и одаренных с большой буквы ребят, возможно, уже завтра попадут в организации и структуры, которые проектируют уже не учебные и демонстрационные аппараты. Такие соревнования, как Аквароботех, возможно, лишь первый шаг на пути потенциального гения инженерной мысли, который сможет в будущем принести пользу целой стране, а то и мировой цивилизации. Евгений Черемухин, Алексей Заровный. Новости на восьмом. В рамках всероссийского исследования «Индекс качества городской среды» Владивосток снова признан самым комфортным городом Дальнего Востока России. При этом столица Приморья уже начала терять баллы в оценках экспертов рейтинга. «Индекс качества городской среды» оценивается в России во второй раз среди инициаторов масштабного проекта Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России. Города оцениваются по таким критериям, как жилье и прилегающие пространства, озелененные и водные пространства, уличная инфраструктура, социально-досуговая и общественно-деловая инфраструктура. Цель не только в том, чтобы оценить город, но и в том, чтобы понять, какие пространства наиболее остро нуждаются в изменениях. В этом году Владивосток получил 164 балла из 300 возможных и находится на 51 месте в общей оценке индекса среди российских городов. По сравнению с прошлогодним рейтингом город стал хуже. В 2017 году эксперты присвоили ему 166 баллов. Тем не менее, Владивосток по-прежнему опережает другие центры субъектов ДВФО. Сейчас уйдем на короткую рекламу, после которой... Секреты тайского массажа от настоящих мастеров узнавала журналистка Влад Ньюс в рамках проекта «Попробуй на себе». Восьмой канал приглашает стать автором рубрики «Смотри». Завершившееся лето в России вошло в топ-5 самых теплых в истории. Травмы и ушибы всегда возникают внезапно. Они резко меняют наши планы. Травмпункт медицинского центра САНОС – это то, что вы искали. Оказание экстренной помощи без очередей и записи при любых видах травм. Современный цифровой рентген поможет выявить даже сложные диагностируемые повреждения. Травмпункт медицинского центра САНОС. Мы заботимся о вашем здоровье. В студии Максим Дудников и мы продолжаем. Секреты тайского массажа от настоящих мастеров узнавала журналистка Влад Ньюс в рамках проекта «Попробуй на себе». Восьмой канал приглашает стать автором рубрики «Смотри». Завершившееся лето в России вошло в топ-5 самых теплых в истории. Во Владивостоке художник Олег Батухтин представил публике свой новый проект «Диалог с материалом». Выставка мастера «Дерево. Диалог с материалом» открылась в галерее «Арка». Попытался поговорить с работами экспозиции и наш корреспондент Дмитрий Беломеснов. Олег Батухтин – один из ярко заявивших о себе приморских художников. Очень разные по масштабу числу экспонатов его проекты объединены смелостью поиска, иногда рискованного, но заставляющего коллег и зрителей обсуждать их, спорить. В этот раз у мастера появилась потребность поговорить с материалом, который стал главным для него с деревом. Три компонента, на мой взгляд, здесь основа. Это черный цвет, белый цвет и средний тон, я имею в виду. Средний – это имеется в виду само дерево. И как философия жизненная составляет в основном три компонента. Главное – второстепенно и фон, например. Так и здесь. Я считаю, что это основа. Два десятка объектов одной высоты внимательному зрителю открывают тайны немого диалога мастера и его любимого материала. Где-то художник, что называется, навязывает свою волю. Шлифует, красит, делает пропилы разнообразной конфигурации. А где-то наоборот – даёт высказаться дереву, продемонстрировать свой характер, особенности, биографию. Он грандиозные такие вещи делал. А теперь наступило время, когда ему нужно уйти в глубину, поговорить с деревом, почувствовать какие-то новые возможности, которые этот материал может дать. Трещины, сучки, следы смолы противостоят стараниям мастера скрыть недостатки. Но в то же время и будет его воображение. И тогда фантазия и чуткие руки превращают сопротивление материала в новые оригинальные образные решения. Великолепная выставка. Олег Батуфтин как раз один из немногих скульпторов, который работает в таком очень современном языке. Он много экспериментирует, развивается. И, знаете, хороший пример работы с формой, с фактурой, очень графичной скульптурой. Художник Олег Батуфтин – самобытный и успешный мастер. Он активно выставляется не только в крае, но и в России, и за рубежом. Выставка «Дерево. Диалог с материалом» камерная и, на первый взгляд, скромная. Но сам проект очень глубокий и интересный. Реакцию зрителей предугадать невозможно, но посетить экспозицию, несомненно, стоит. Работа выставки продлится до 19 сентября. Дмитрий Беломеснов, Игорь Болтов. Новости на Восьмом. Восьмой канал продолжает освещать проект «Попробуй на себе» от информационного агентства ВладНьюз. В очередном эпизоде журналистка узнавала секреты тайского массажа от настоящих мастеров. Подробности в сюжете Евгения Черемухина. Солнечный Таиланд иногда называют страной улыбок. Но джунгли, храмы, фрукты и вечное лето – не единственные его достоинства. Ценители настоящего релакса не понаслышке знают, что такое тайский массаж. Это особое направление массажной техники, делающей упор на точечное воздействие. Отцом-основателем тайского массажа считается доктор Дживака Кумар Пхаши, который был личным лекарем одного из индийских царей более двух тысяч лет назад. Сегодня тайский массаж проник в популярную культуру и добрался даже до приморской столицы. Здесь функционирует первый в крае и пока единственный салон, предлагающий услуги настоящего тайского массажа. Ну а готовила журналистку к роли массажистки настоящий мастер из Таиланда. Тайский массаж всегда использовался в терапевтических целях совместно с тайской традиционной медициной. Существует два основных вида тайского массажа – королевский и общий. Как раз второй я сегодня и преподам девушке-журналистке. Корреспондент информационного агентства ВладНьюс Елена Виноградова прожила в Таиланде более года и успела многое узнать о целебных свойствах этого массажа. Однако даже ей, уверена мастер, будет не так просто освоить даже самые базовые элементы. Перед началом процедуры следует зайти и поздороваться с гостем, желательно на тайском, чтобы создать соответствующую атмосферу. Из-за невероятной сложности движений и техники исполнения мастер решила преподать Елене наиболее простой – масляный массаж. Обе женщины начали с массажа спины, прошлись по пояснице и шее. Во время исполнения движений учитель постоянно корректировала Елену и делала ей замечания. Даже несмотря на языковой барьер, ей удалось хоть чему-то донаучиться. В начале было действительно очень тяжело, но благодаря моему учителю движения у меня стали получаться. Сейчас мы после спины перешли на верхнюю часть рук. Делаем такие же движения, плавные, равномерные, похожие на течение реки. После спины мастер и новичок вместе приступили к рукам. Тут даже испытуемая не смогла отличить, кто есть кто. Все замечательно, особо не чувствуется даже разница, где делает Елена, где делает профессиональный массажист. Все очень равномерно, в четыре руки, как будто так и должно быть. Считается, что тайский массаж обладает множеством целебных свойств. Так это или нет, оставим на суд медиков и профессионалов. Ну а журналистка Риа Влад Ньюз, похоже, уже получила максимум, который ей смог преподать мастер из Таиланда. В тайском массаже я поняла, что самое главное не торопиться, а делать все равномерно, с любовью и добротой. Тогда обязательно тем людям, которым необходим тайский массаж, он понравится. Евгений Черемхин, Елена Виноградова, Сергей Тулатиев. Новости на Восьмом. Субтитры создавал DimaTorzok Так у нас уже есть не только видео от дрифтеров и тренировки бойцов ММА, но, что важно, рассказ о добрых и бескорыстных делах. Так владельцы одного из кафе Владивостока уже продолжительное время устраивают для детей из детского дома мастер-классы. Нам прислали видео рассказ о мастер-классе по приготовлению пиццы. А потом ребята угощаются не только результатами своего труда, в этом случае пиццей, но и мороженым, которое очень любят. И поэтому владельцы кафе щедро одаривают им ребят. Пусть добрых дел будет больше. Не стесняйтесь о них рассказывать. Ждем ваших видео на наш номер WhatsApp, который вы видите на экране. Завершившееся лето в России вошло в топ-5 самых теплых в истории. Для жителей Центральной России оно оказалось теплым, но не самым жарким. Самым жарким в метеорологической летописи этого региона все еще остается лето 2010 года. Другим регионам, где летом было заметно теплее обычного, стали северные районы Сибири и Дальнего Востока. А вот лето юга Дальнего Востока было холоднее, чем предполагает температурная норма. Избыточно жарко оказалось прошедшим летом на большей части Европы. В Передней Азии, на севере Китая и западе США. Европейцы пережили самое жаркое лето в истории континента. В Китае его средняя температура достигла абсолютного максимума, впервые установленного в 2010 году. Если на континентах лето было, как правило, теплее нормы, то на значительной части тропических и умеренных широт Мирового океана оно оказалось холоднее, что и почувствовали на себе живущие на берегу Тихого океана Владивостокцы. Далее о спорте. Адмирал стартовал в новом сезоне с победы над хоккейным клубом Сочи. Грибцы команды «Тигры Востока» выиграли кубок города Тяньцзинь. 11 сентября желающих приглашают принять участие в заплыве на открытой воде. Все подробности расскажет Дмитрий Беломеснов. Владивостокский адмирал одержал победу в первом матче нового чемпионата КХЛ. В Сочи моряки обыграли одноименный клуб. Матч для адмирала начался с пропущенной шайбы в меньшинстве, но праздник у хозяев длился недолго. Через 89 секунд Александр Мерезкин еще в позапрошлом сезоне, выступавший за Сочи, сравнял счет. А до перерыва Владимир Бутузов и Василий Стрельцов еще дважды огорчили сочинского вратаря. Второй период не порадовал таким обилием голов, но игра была не менее интересной. Парадокс, но выстояв в двойном численном меньшинстве в течение 40 секунд, адмирал пропустил, играя 5 на 3. В третьей 20-ти минутке Кирилл Воронин вновь сделал преимущество моряков более-менее комфортным. Но южане сумели перевести игру в овертайм, где полторы минуты играли в большинстве, но Никита Серебряков и оборона выстояли. После матчевых булиток сильнее оказался адмирал, сумевший из пяти бросков реализовать три. Победную шайбу на свой счет записал Денис Вихарев. Приморские грибцы успешно выступили на международных соревнованиях по гребле на лодках-драконах Куба города Тяньдзин. В престижных стартах участвовали сборные Китая, России, Швеции, Гонконга и Макао. Россию представляла команда «Тигры Владивостока». По результатам соревнований грибцы из Приморья в упорной борьбе заняли два первых места на 10-местных драконах на дистанциях 200 и 500 метров, опередив даже радоначальников этого командного вида гребли китайские экипажи. Во вторник, 11 сентября, на спортивной набережной в рамках программы мероприятий «Дальневосточные регаты учебных парусников-2018» Федерация подводного спорта Приморского края проводит турнир города Владивостока по плаванию на открытой воде. К участию в заплыве допускаются все желающие, с соответствующей подготовкой, допущенной врачом. Старт и финиш заплывов производятся на берегу в специально оборудованном месте. Участники делятся на группы мальчики и девочки от 12 до 14 лет, юноши-девушки от 15 до 18 лет, мужчины и женщины от 18 и старше, массовый заплыв в ластах. Длина дистанции 300 метров для самых юных, для остальных групп 500 метров. Победители определяются по наименьшему времени прохождения дистанции во всех группах. Дмитрий Беломеснов, новости спорта на восьмом. И напоследок, еще раз коротко об основных событиях во Владивостоке. Режим ЧС регионального характера введен в семи районах Приморья. Как предполагалось, главный удар тайфуна принял на себя Тернейский район, где за сутки выпало 150% месячной нормы осадков. Тайфун причинил серьезные неприятности восточным районам края. Их последствия могут сказываться еще довольно длительное время. Ведущие специалисты в Тезиатре собрались во Владивостоке, чтобы найти решение и повлиять на непростую ситуацию с высоким уровнем заболеваемости туберкулезом среди детей в нашем регионе. Только в прошлом году в крае диагноз «туберкулез» поставили 118 несовершеннолетним. Приморская столица практически готова к отопительному сезону. Завершается капитальный ремонт наиболее изношенных участков сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения. В текущем году будет заменено 15 километров старых труб на новые. Владивосток впервые в этом году стал площадкой для проведения всероссийских соревнований по морской робототехнике «Аквароботех». На студенческом этапе свои разработки представили 9 команд из Владивостока, Новосибирска, Санкт-Петербурга, Севастополя и Северодвинска. В рамках всероссийского исследования «Индекс качества городской среды» Владивосток снова признан самым комфортным городом Дальнего Востока России. Эксперты присвоили ему 164 балла из 300 возможных. Необычная выставка открылась в галерее «Арка» во Владивостоке. Художник Олег Батухтин представил публике свой диалог с материалом. На сегодня это все. Есть что добавить? Заходите на страницы 8 канала во всех социальных сетях или на наш официальный сайт. Там найдете все видеоматериалы, а также другую полезную информацию. Самые интересные события оставляйте на официальном сайте канала или присылайте на WhatsApp. Его номер вы увидите в конце выпуска. Телефон нашей редакции 249-88-12. Звоните и уже завтра вы можете стать авторами новостей. Хотите о чем-то рассказать городу? Мы поможем. 8 канал. Главное. Владивосток. 30 сентября в День Тигра на центральной площади Владивостока выступят российские рок-группы «Несчастный случай» и «Чаев». Отмечать День Тигра в Владивосток будет два дня, но основные праздничные мероприятия запланированы на воскресенье 30 сентября. День Тигра начнется в полдень с традиционного праздничного шествия от Покровского парка до центральной площади Владивостока, на которой в течение всего дня будут работать анимационные площадки и состоится презентация специализированной техники. Кульминацией праздника станут концерты рок-групп. Стать зрителями смогут все желающие. Ну а известный хит группы «Чаев» слушаем вместе прямо сейчас и без комментариев. Сразу после прогноз погоды. Меня зовут Максим Дудников. До встречи на восьмом. Максим Дудников. Максим Дудников. Субтитры создавал DimaTorzok